Уважаемые товарищи телезрители, дорогие телезрители, у нас сегодня редкий, но замечательный гость, еще какой гость, в канун Нового года само проведение послало нам одного из корифеев экономической мысли о России. Я честно скажу, уровень моего восторга не знает границ, я буду долго говорить, какой-то замечательный человек, по его книгам училось огромное количество экономистов, и эти книги были написаны прекрасным языком, с использованием самых новейших достижений экономической науки, с раскрытием или стрижем. Так что же я говорю перед вами? Рустам Махмутович Нуреев. Это профессор, даже я потом скажу, какой профессор. Это руководитель департамента экономической теории при правительстве... Финансового университета. Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Это автор огромного количества учебников, пособий, книг. Очень уважаемый в академической и научной среде человек. Во-первых, он еще является... Я вам скажу, он является ординарным профессором. Что такое ординарный профессор, а, Рустам Махмутович? Есть какие-то неординарные, наверное. На самом деле, это уходит в историю средних веков. Мы с вами в университете. Университет, слово латинское, означает союз профессоров и студентов. Делились университеты на факультеты. Факультет тоже, слово латинское, означает способность, способность преподавать. Во главе этих факультетов стояли десятники на современном русском языке. Это называется деканы. Студенты, занимающиеся, увлекающиеся и так далее. Вот этим студентам на латыни читали лекции ординарные профессора. Что это за ординарные профессора? Это те, которые составляли славу университета, ради которых в этот университет приезжали. И в Российской империи, когда стали образовывать университеты, восстановили эту славную традицию. Когда будете в актовом зале замечательного Казанского университета. К которому вы тоже сейчас относитесь. Да, с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня я вот на полставки буду работать в этом замечательном университете. И в следующем году обязательно приеду весной, а может быть и раньше. Поскольку часть лекций я буду читать онлайн, а часть лекций буду читать оффлайн. Уважаемые студенты, кто нас видит, я вас говорю, не пропустите, пожалуйста. Это будет одно из самых лучших лекций, которые вы услышите в жизни. Гарантирую это. Ну а сейчас тогда в порядке саморекламы скажу. Прошла конференция с 22 по 26, посвященная исламу. Ислам в современном мире мультикультурном. И там есть мой доклад. Он, я думаю, что я попрошу, чтобы его разместили. Потому что ислам очень быстро растет. Вот моя лекция начиналась с того, что в 1820 году ислам занимал пятое место в мире. В 1920 году третья по количеству верующих. В 2020 он вышел на второе место. Не пройдет и 50 лет. Это будет самая распространенная религия в мире. И это не просто сказки, а это точные расчеты. Ну это молодая религия, пассионарная. Да, пассионарная это религия действительно. Но вернемся к ординарным профессорам. Вот когда будете в актовом зале, президиум. А дальше идут кресла. Их всего несколько, 5-7. Кресел, вот это кресло для ординарных профессоров. Потом кресла поскромнее, вот такие, как на котором сижу я примерно. Это для профессоров. А дальше еще более скромные. Это для преподавателей, доцентов, ассистентов и студентов. Так что в Российской империи восстановили этот институт ординарных профессоров. Это пожизненный найм. То есть это, ради которого профессоры приходили в университеты, с других университетов. И поэтому удивительно другое. Сейчас профессора обычно стараются читать спецкурсы, работать с аспирантами. А вот в средневековом университете основные лекции доверяли ординарным профессорам. Вот. А уже все остальное, это как бы экстраординарное. Оно могло быть в процессе обучения, могло не быть. А это формировало определенную культуру. Ну вот тут массу регалий моих перечислили. И я действительно ординарный профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Вот. Я старейший профессор этого университета, поскольку я первый пришел, вот когда свою книжку принял. Я главный научный сотрудник Института экономики РАН. Вот. И я очень рад сотрудничеству. В этом году Айгуль Рустам Нуреева вот проявила незаврядную настойчивость. Раз писала, два писала, три. И теперь я вот, соответственно, работаю у вас тоже. И я член докторского совета. Вот я сейчас пришел в защиту докторской диссертации. То есть есть докторский... Вы довольны уровнем? Вы знаете, доволен, как ни странно, да. Другое дело, что эта соискательница долго писала диссертацию. Сейчас нетипично 10 лет. У нее болел муж и другие проблемы мешали. Вот. Это удивительная кандидатская диссертация. Вот можете, так сказать, сразу подумать. Обычно требует три ваковские публикации. У него там полтора десятка ваковских публикаций. У нее пять публикаций с Копус и Бабус Сайенс. О. А вообще по теме кандидатской диссертации она опубликовала 43 работы. Ну, можно было... 43. Это уже докторская почти. Можно было зачетом, да? Да, 43. Да. Раньше, вы знаете, была такая форма, когда по совокупности работ можно было бы... Вам да, вот даже, по-моему, это... Да. Поэтому это вот... Я, когда выступал, сказал, что это достойно уровня Казанского университета. Вот. Потому что, вы знаете, сейчас 19 вузов России, Казанский и Павловский университет, один из них, получили право присуждать кандидатские докторские диссертации. С одной стороны, это почетно. А с другой стороны, это ко многому обязывает. Вот, скажем, в Соединенных Штатах некоторые защищают по две диссертации. Почему? Потому что одно дело, это какой-нибудь университет Небраски. А другое дело, это Гарвард, Ель. Понятно, да? Это совсем... Это лейбл. Да, 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 да. Важно не просто, а что это профессор, допустим, Массажистет Институтов Технологи. Это в Бостоне замечательный университет, который занимает сейчас первое место... Белый человек. ...среди университетов мира. Поэтому, понимаете, это очень важно. Очень важно, какой профессор. Поэтому я с радостью принял это предложение. Рустам Махутович, с возвращением в родную Гаву. Я хочу для уважаемых наших телезрителей, прежде всего, напомнить, что вы уже поняли, что по фамилии, по имени, отчеству, он имеет непосредственное отношение к Казани. Даже в 50-60-е годы детство... Да, у бабушки. ...прошло, детство Рустама Махмутовича прошло здесь. Здесь лежат его бабушка, дедушка. Он наш. Он наш. Он сейчас из Москвы, из Москвы, будет приезжать, и мы просто будем рады. Спасибо большое. Я с энтузиазмом это все говорю. И сейчас вот мы, казанские журналисты, Альберт Бекболов и Рустам Вафин, мы сейчас вас... Вы хорошо, между двумя Рустамами расположили. Я уже загадал желание. Да, правильно. Я загадал желание, и оно будет, кстати... Это желание будет прямо темой моего вопроса. Сейчас мы вас будем мучить немножко вопросами. Да, да. Значит, вопрос такой. Вот желание я загадал достаточно просто. Я хочу, чтобы эта эпидемия была в 2021 году преодолена, чтобы все это кончилось, как страшный кошмарный сон. И отсюда вытекает мой вопрос. Вот COVID. Знаете, появилось ведь в академическом, научном, экономическом мире даже такое течение. Вот теория поведенческих финансов уже открыто, уже пишут. Уже пошли штампы и штампуют работы по ковидономике. То есть это изменение, аберрация вообще человеческого поведения, экономического поведения, индивидуумов, фирм, отраслей из-за пандемии. Что произошло, что изменилось? Можете... Ой, это кратко не ответишь, но я начну с самого начала. В свое время произошло домашнивание животных еще в древнем мире, во времена неолитической революции. И вот это тесное проживание с животным миром дало не только свои большие плоды, поскольку без домашних, как вы знаете, животных человек сейчас уже не может существовать, понятно. Но и они оказались разносчиками разного рода болезней. Потом к этому добавились торговля. И такого рода вот печальные явления, они вот это были с древнейших времен. Вот Спарта почему победила, скажем, Афины? Занесли в Афины вот такого рода, да, пандемию. И четверть населения погибло. Город ослаб и, естественно, то, кстати... Позже Естинянова, во времена Естиняна I, тоже ослабила Византийскую империю и так далее. И как Хартия, Великая Хартия, которая черная чума... Черная чума, да, которая скосила огромное количество. Есть разные оценки, я не буду называть цифры, потому что все-таки я сейчас довольно аккуратно отношусь к этим цифрам. Сейчас произошла революция в экономической истории, и надо, так сказать... Аккуратно. Да, аккуратно говорить. Но, к сожалению, последние 300 примерно, 400 лет, каждые 100 лет проходят такие события. Напомню последнее. Это Испанка. 100 лет назад. 100 лет назад, да. Если взять еще, и там еще была, так сказать, пандемия и так далее. Вот. И это, конечно, печально. Это очень печально. Как они влияют? Ну, конечно, во-первых, это... Вы видите, какое воздействие оказало последнее. Это самоизоляция. Люди... Наше общество очень коллективистское. Один из основных принципов. Мы всегда и праздники, и в будни стараемся быть вместе. Советская власть это вдалеку. Да, 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 да. Это не общество индивидуалистов. Вот. Но, тем не менее, приходилось изолироваться. Я вот тоже изолировался, но это не спасло. Я больше месяца назад переболел ковидом. Так что я в этом смысле не опасен. У меня антитела уже вырабатываются и прочее. Хотя проходило в тяжелой форме. Не советую. Поэтому лучше, если есть возможность соблюдать, естественно, определенные меры предосторожности, то это обязательно надо делать. Вот. Но, конечно, это наложило сразу несколько разных отпечаток. Первое. Вот цифровая революция произошла до того. Но еще не было такого большого общения, чтобы все лекции, семинары и так далее... А вот сейчас, видите, как это резко подтолкнуло. Я, мы с вами в университете, вот, университет пустой, заходишь, да, или полупустой. Но сейчас молодцы, в Казани не так. А вот в финансовом университете сейчас уже нет занятий. Вот. Насколько я знаю, даже МГУ тоже. Да. Причем в 1 сентября все студенты пришли. И буквально каждую неделю одна группа, другая группа и так далее. И дело дошло. Да, вот уже последний месяц-полтора уже в финансовый университет все идет онлайн. Но это изменилось онлайн, вернее, это изменилось обучение, но экономика сама. А экономика тоже сильно пострадала. Почему сильно пострадала экономика? И какой сектор экономики больше всего пострадал? Дело в том, что больше всего пострадало мелкое и среднее производство. Бани накрылись медным тазом. Самолеты. Но сейчас вот постепенно восстанавливается транспорт, туризм, гостиницы, фитнес-центры. Вот сейчас постепенно восстанавливаются, но ведь были закрыты абсолютно. Это, соответственно, вот раньше в Москве на каждом углу был газетный киосок. Сейчас все они закрыты. Значит, это какой сектор? Это и парикмахерские, это и театры, это и консерватории, это и филармонии и так далее. Это сектор, который помогал развитию человеческого капитала. То есть вот задумайтесь, кто оказался. И это прежде всего ударило по крупным городам. Городам-миллионникам или таким крупным, как Казань. Сейчас уже есть? Больше уже, миллион сто. Миллион сто. Вот видите. В первую очередь ударило по городам-миллионникам. И вы понимаете, там в чем проблема? Какой-нибудь Уралмаш завод или там вагон, да, какой-то большой, он может пережить. Он и месяц, и два, и три и так далее. А вот мелкое производство, мелкая сфера услуг, какая-нибудь парикмахерская, может она 3-4 месяца без... Без поножного корма. Да, ничего. Поэтому на Западе была большая помощь. Большая помощь мелкому и среднему. К сожалению, размеры этой помощи в нашей стране увеличиваются, но увеличиваются медленными темпами. Ну, есть такие цифры, например, что западные страны 30-40% своего ВВП потратили. Да, потратили значительную часть. А вот нас экономили 2-3% всего. И это очень, очень, очень плохо, потому что это скажется. Потому что разрушить, как выясняется, мелкий и средний бизнес легко. Восстановить его очень трудно. Поэтому есть разные оценки. Ну, в Москве, ну, чуть ли не миллион двести называют такую цифру. Я думаю, что это некоторое преувеличение. Но в Подмосковье порядка 600 тысяч охвачено всякого рода сокращениями и так далее. Это получается сейчас нефиксируемая безработица. Она такая скрытая, да? Скрытая, да. Я вот недавно издал книжку. И вот, надеюсь, в следующий раз вам подарю. Называется «Неформальная занятость». Занятость, да. Вот. И она во всем мире и так далее, и так далее. Да, конечно, люди пытаются как-то занять. Не просто бездельем и так далее, и так далее. Да, этим летом многие на своих участках стали работать два раза. Ну, потому что они были... Ну, как мы выживали в 90-е годы. Картошка. Да, 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 да. Но, еще раз говорю, что это вот тот сектор... Обычно ведь, когда мы говорим «кризис», мы имеем в виду кризисы циклические, перепроизводство. Это обновление основного капитала. А здесь кризис сферы услуг. Это совсем другой тип кризиса. Это совсем другой... Это не связано с обновлением основного капитала. И вообще, вот есть такое мнение, что, собственно говоря, причины современного кризиса не в экономике, а не в этой эпидемии. И это новый вызов, с которым все столкнулись. Большинство ведь... Вы ведь автор одной из достаточно известных и хороших книг об обучении Джона Мейнерда Кейтса. Да, да, да. Это британского экономиста, который там тоже в 1936 году написал общую теорию занятости денег и процентов. И вот он тогда предложил совершенно работающие механизмы для купирования экономических кризисов. Да. Чтобы государство, даже делая дефицит своего платежного баланса, стимулировало выход из этого кризиса. То есть, отсюда идет и теория этих вертолетных денег, она вытекает из его обучения. Да, 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 да. А почему у нас вот это как-то все сделали? Вот, ну, просто на каком-то... Чего опасались? Ну, инфляции, как всегда, боятся. Потому что выпуск дополнительных денежных знаков может привести определенным образом. Это и думали, что все пройдет, что у нас, кстати, мы лучше, вот, и прочее, и прочее. А это ведь очень... Да, у нас формально не было, как в Китае, там вот буквально на три месяца остановилось производство, так уже Вьетнам активизировался, Мексика активизировалась на Соединенные Штаты, на рынок и так далее, потому что это же очень быстро влияет на, соответственно, рынки сбыта продукции и прочее, и прочее. У нас, к сожалению, явно недооценили это явление, потому что, ну, естественно, всегда смотрят на, так сказать, положение, сейчас вроде бы не очень благоприятное на нефтяном рынке и так далее. Американцы, вы знаете, долгое время хранили свои запасы, не занимались производством, особенно экспортом нефти и газа. А сейчас они поняли, что этот ресурс может быть рано или поздно стать ненужным, и мы оказались конкурентами. И поэтому сейчас происходит давление на цены на нефть не со стороны Саудовской Аравии, не со стороны Ирана, не со стороны Ирака, то есть традиционных нефтедобывающих стран Идонезии, Венесуэл, а со стороны страны ИСИДИ, самых развитых стран, прежде всего, Соединенных Штатов, потому что, так сказать, на шельфе стали, так сказать, пытаться добывать нефть, и в Северном море увеличились, и в Канаде, так сказать, и прочее. Поэтому, естественно, наше правительство не в полной мере, так сказать, и не вполне адекватно. Я хоть и работаю в университете при правительстве, но не всегда эти меры оказываются своевременными. Тут немножко нужно вперед. Вот когда-то Алиса в «Строении чудес» сказала замечательную фразу. Надо изо всех сил бежать, чтобы оставаться на том же самом месте. И нам вот в этом смысле тоже надо было более оперативно принимать меры. Руслан Махмудович, вы знаете, я буквально недавно слышал слова, опасения, почему не расставали вертолётные деньги в России. От экономиста, эксперта очень хорошего. Он сказал, что у нас очень серьезный процент люмпенизированного населения. Какого? Люмпенизированного. Ну, есть, да. Если ему бросить деньги, то никакого осмысленного поведения финансового от этих людей ждать нельзя. То есть это будет на пьянство, это будет на безобразие. Ну, это немножко утрированное. Да, конечно, есть разные слои населения. Но ведь вот тот же Кейнс говорит о чем? Что если увеличить потребление, даже люмпенов, это будет стимул для производства вот этих товаров, включая горячительные напитки. Это вызовет спрос на оборудование и сырьё, из чего это продовольствие готовится или одежда. А это вызовет спрос на производство средств производства для производства этих средств производства. А не будет ли, не боюсь, что этот спрос послужит закупкой импортных товаров? То есть холодильников, что у нас в России не производится? Есть, да. Но даже ведь у нас эти холодильники, ведь торгующие организации тоже получают определенный процент. Значит, у них тоже будет, конечно. Но, конечно, вы абсолютно правы в том смысле, что давно пора переориентировать спрос на отечественное производство. И это надо делать улучшением качества. Вот что произошло в Китае. Китай сейчас вышел на первое место по производству и потреблению автомобилей. Но если вы спросите у любого китайца, какой автомобиль он купит, он купит китайский. Нет, китайский автомобиль. Почему? Не потому, что он тупой. Не потому, что он не знает, что немецкие или американские автомобили, или японские, или южнокорейские лучше. Там очень любопытная ценовая политика. Сейчас лучшие марки китайских автомобилей, это примерно 60-70% от западно-германских, а так далее. Но по цене они стоят в 3-4 раза дешевле. Это первый момент. Это первый выигрыш. А второй выигрыш тоже очень любопытный. Это и полиция будет брать с вас, раз вы на иномарки едете, и в обслуживание, и запчасти, и так далее, и так далее. То есть обслуживание будет стоить дороже. Поэтому сейчас там, как ни странно, вот довольно активно покупают. А кто у нас в России? У нас в России только если уж совсем отчаявшиеся начнут покупать. Но для этого надо и нам самим увеличивать качество, улучшать качество. Без этого улучшения никто же не будет. И ценовая политика другая должна быть. Вот говоря о Китае, хочется действительно, вот ваш пример, прямо коррелируется с примером, помните Генри Форд? Тогда в Америке назначил своим рабочим высокую заработную плату. Все пальцем у виска крутили, когда можешь ты платить, то есть ты можешь им копейки платить, эксплуатировать, выжимать из них, выжимать из них на конвейере все это. А он платил им очень хорошие деньги, они стали покупать автомобили, которые... Да, 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 да. Потребительская, вы знаете, это очень интересно. Он тоже не сразу пришел к этому. Вот этот замечательный антилопа Гну, на который путешествовали герои Ильфа и Петрова, это модель Т. Жестерная Лидия. Да, Форд начал, он типичный американец, называл марки, которые он написал ABC, то есть он не сразу дошел до этой марки. Это уже буквка Т, это Т, она отнюдь не первая. Но он занимался чем? Что регулярно снижал цены на этот автомобиль. Все-таки, возвращаясь к нашей теме, вот эта ковидономика, такое научное явление. Я вот почему говорил про Кейтса. Он написал эти уже его методы спасения экономики в условиях падения потребительского спроса, они стали классикой. Да. А вот этот кризис, который, собственно говоря, не имеет экономической природы, а имеет вот именно вот эту болезнь, он ведь какие-то новые вызовы поставил, потому что старые механизмы не совсем работают. Вы посмотрите. Это верно. Неоклассика во всяком случае провалилась, потому что Кейнс в этом смысле, он молодец был, он за активную был государственную политику. Что государство не просто наблюдает, что происходит, а активно участвует, помогает, выделяет средства. Даже если будет дефицит бюджета. Плевать на него. Да, он потом компенсируется, потому что люди начинают покупать товары, потреблять. Да, кто-то не так потратит эти средства, но не важно. Все равно будет импульс, будет расти спрос, а под этот спрос будет подтягиваться предложение. В том числе и национальное, не только, конечно. Вы помните, ведь он говорил, что когда такая вещь происходит на дворе, я готов за то, чтобы правительство выкапывало шахты, закапывало там слитки с деньгами, золотые слитки. И пусть народ эти слитки ищет, раскапывает, во-первых, занятость, и потом они найдут слитки, получат вознаграждение. Да, потом насчет замечания вашего знакомого экономиста, а вот там нищие и так далее, и так далее. Так, может быть, это и не так плохо. Как вы думаете, куда будут тратить деньги малообеспеченные семьи и средние... Они что, на Гавайи поедут? Нет. Нет? Они будут на местный рынок идти покупать значительную часть тех товаров, и тут местный производитель, если он с головой, имеет некоторые преимущества, понимаете? Да, конечно, часть будет потрачена нерационально, но все равно это спрос, прежде всего, местного производителя, а это импульс. Это очень важно. Да, пожалуйста. Но ведь Россия не является эмиссионным центром, которое может напечатать деньги и бросать... Нет, она без большого риска. Рубли-то может впечатать. Я понимаю, но будут серьезные риски, даже гиперинфляция. Определенный, да. Да, но понимаете, еще раз говорю, что если начнет расти спрос, потребление начнет расти, то это вызовет определенную волну. Вот я как раз рассказывал, но давайте я некоторый образ дам. У Кузьмы Пруткова есть такое замечательное выражение. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою, забава. На что намекать? Если вы бросали, а наверняка бросали, первая волна большая, потом меньше, потом еще меньше. Вот я и говорю, на что сразу? Продукты питания, одежда, обувь и так далее. А потом будут те, кто производит эту обувь, продукты питания, то есть это оборудование, сырье. А потом будут те, кто производит оборудование для производства этого оборудования. Поэтому там определенные... Но если это так очевидно, почему же наше правительство не пошло на такие вещи? Понимаете, для многих чиновников вот краткосрочный горизонт виднее, чем долгосрочный. И в этом смысле, к сожалению, не всегда принимаются эффективные решения. Это первое. Потом всем кажется, что то, что началось, оно быстро закончится. Вот сейчас нам видно с высоты Нового года, что этот процесс не на месяц, не на два, не на три. Всем казалось, что раз Китай выбрался за три месяца, и мы тоже... Вылезем. Да, вылезем за три-четыре месяца, до лета и так далее. А оказалось все гораздо глубже. Гораздо глубже. Ну и потом затянулись вакцины, и ведь довольно медленно развивается этот процесс, понимаете? Ну это упирается в производственные возможности, плюс клинические испытания все-таки... Ну да, все-таки это на людях, да. Да, потому что это... Тут и вот теперь любят смс-ки всякие посылать, и картинки одна мышь говорит другое. Ты будешь вакцинировать? Да еще на людях не испытывай. Вот это шутка, но такая. Простая шутка, да, понимаете, да. Поэтому, да, конечно, нет, сейчас вот стали обсуждать, кому в первую очередь. Говорит, ну в первую очередь медиков. А что будет потом, да? Ну тогда преподаватели. Говорят, нет, лучше давайте на депутатов. И такой же еще другой анекдот. Да, понял, что. Говорит, чиновник в подъезд, а там два наркомана со шприцами. Он на них смотрит, говорит, какие сознательные ребята, уже вакцинируются, уже сами. То есть уже... Да, сейчас много. Ну народ, то, что народ не теряет юмора, это важный признак здорового. Это же как в старой сказке, когда там китайский император собирал, собирал, все люди плачут и так далее, и так далее. Он снова отправил, чтобы собирать налоги. Говорит, а там что, смеются? Ну, говорит, значит, собирать уже нечего. Так что в этом... Как-то это не очень оптимистично звучит. Нет, почему? На самом деле, то, что у нас вообще в этом смысле молодцы, ну, разумные. Вот во всем должен быть дозированный фанатизм. Нужно носить маски? Нужно. Но, понимаете, вот мы сидим на большом расстоянии, или, так сказать, мы гуляем по улице, и когда кругом народа нет. Ну, что, обязательно нести эту маску? Ну, нет, конечно, понимаете. Вот, перчатки, или там руки мыть. Ну, конечно, сходил в туалет, надо руки вымыть, но каждые 15 минут мыть руки, ну, тоже, так сказать, бессмысленно. Поэтому дозированный, так сказать, нужен. Но я еще раз хочу сказать, что, конечно, я думаю, что будет не только сверху, но и снизу некое, так сказать, движение. Оно, так сказать, обязательно. Но обратите внимание, вот видите, я оказался в замечательном городе Казани. Внутренний туризм сейчас стал, или, ну, закрыли, говорят, раньше бы поехали в Таиланд, или еще, ну, не я, во всяком случае. Вот, но это... И выяснилось, что очень много чего. Сейчас многие города выходят на, так сказать, хорошие позиции. Тула вот неожиданно вырвалась вперед. Там вокруг Кремля сделали очень много всего. И вообще, я уже много путешествую по нашей стране. Я считаю, что раз в 10 лет надо обязательно посещать старые города, в которых был раньше и так далее. Очень много, большие изменения. Мы так как-то не замечаем. Вот. Казань ведь совсем преобразовалась. После универсиада, ну, просто огромный скачок был, огромный. А потом еще первенство по водным видам спорта было и так далее. Вы-то тут привыкли и не замечаете, а очень много. Я вот тут сейчас стал в Фейсбуке выкладывать эти... Народ смотрит широко раскрытыми глазами. Какая красота. Вот даже вот мы сейчас тоже в промежутке... Белая мечеть. Ну, ведь хорошие пропорции сделать. А потом сейчас большой будет действительно... В 22-м году будет 1100 лет принятия ислама. В 1922-м году вот в Булгарах было это событие. К нему тоже надо готовиться. Так что вот так, да. Да, пожалуйста. Рустам Махмутович, вот вас... Вы сейчас начали говорить о том, как Казань переобразилась. И привели очень интересный пример с универсиадой. И есть у вас хорошая книга... Книжка, да. Экономика олимпийских игр, где вы разобрали по полочкам, что, собственно говоря, дают большие спортивные мероприятия, проведение больших таких колоссальных по затратам... Да, 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 большие. Колоссальных по затратам таких вот проектов. И что они вообще дают экономике того или иного региона. И вы... Меня даже удивило, вы все-таки Олимпиаду в Сочи и университету в Казани... Да, как положительные. ...оценили достаточно высоко и... Да, да, однозначно. И могу сказать, почему. Почему? Есть три модели финансирования и организации Олимпийских игр. Первая модель – это когда 100% участвует частный сектор, государство там, ну, полпроцента, процент. Это типично для американских игр. Что это типично? Вот первая такая Олимпиада была в 1932 году. Она сразу окупилась. Это было удивительно, потому что первые Олимпиады с 1896 года не окупались. Всегда были с убытками. Другая модель, она представлена Москвой 1980 года. Ну, там, правда, не 100%, 98 или 97, если мне не изменяет память. Это государство. Там частный сектор немножко участвовал, но в основном не наш, про там финны, еще там и так далее, и так далее. Вот. Какой вариант лучше, тот или другой? Оказывается, такой вариант, когда государство доминирует с убытками. Но это дает импульс для развития спорта в регионе. Вот у вас замечательный 75-метровый бассейн. Я зашел, он не пустует, там полно людей. Ну, бассейн не один, тут всех бассейнов понастроили столько, что... Да, очень много, очень много, да. Чуть ли не в каждом районе, в каждом микрокомплексе. Да, 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 да. То есть, вот эти Олимпийские игры заканчиваются каким образом? Либо кризисом, как это бывает, когда только частный сектор. Ну, вот Рио-де-Жанейро. Греция, Афина. Да, 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 либо подъемом. Либо подъемом. Но в Рио-де-Жанейро я непосредственно был на начале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Я ездил тогда на конференцию. Правда, Испиритус Сантос университет организовывал. Это немножко северный Рио-де-Жанейро. Но возвращался, естественно, летел до Рио и улетал из Рио. Там очень бедные слои. Думали, что они прямо озолотятся и так далее. И там не очень хорошо. То есть, вот проблема безопасности до конца не была решена. То есть, и грабили, и останавливали машины. И я уехал, как ни странно, в период Олимпиады. Потому что то, что в простое время можно было за 15-20 минут добраться... Полтора-два часа. Все время пробки. То есть, это было все неприспособлено и так далее. Кто выиграл? Выиграли дорогие гостиницы. Выиграл... Вот аппо, миддл класс. Не это... А ожидали, ожидания-то были у среднего и ниже среднего. Они... Были целые потом манифестации на это. Да, они были... А в нашей стране какие классы выиграли? От Сочи, от универсиады? Вы знаете, вот... Ну вот, если у вас есть книжка, вы увидите. Там вот такая огромная это у нас. А вот в остальных странах вот чуть-чуть, да. Вот. Но вы не забывайте, что в Сочи были решены очень большие проблемы. Как вообще возникли? Немножко напомню историю. Если вы читали замечательного Лермонтова или Пушкина, никто же про Сочи не пишет. Там в основном Пятигорск, Кисловодск и так далее. Почему не было на побережье? Да потому что малярия была. Дело в том, что гордые реки спускают, несут камни, устраивают заторы. И до 30-х годов было опасно. Местные жители на побережье не жили, а немножко в глубине. Значит, вот в 30-е годы, поскольку выяснилось, что Йосифу Виссарионовичу Сталину помогает Мацеста, он ведь там был ни день, ни два, ни неделю. Он жил месяцами, он уезжал в июле, а иногда в июне, и возвращался в конце ноября, в декабре, в город Москву. Вот. И потом, поскольку он там довольно долго, и не один год, потянулись все окружение, стали строить санатории. Вот. И они там имени Арджиникиидзе и так далее, не буду перечислять все, но они все были сделаны в 30-е годы. А уже после войны там подреконструировали, но не очень сильно. Поэтому, как только появилась возможность, куда поехали? В Турцию, в Египет, и так далее, и так далее. Но не в Сочи. Но не в Сочи. И поэтому вот эта, соответственно, Олимпиада, она в значительной мере была потрачена не только на строительство, и не столько самих спортивных сооружений и трасс там на Красной Поляне, а туннели, дороги. Сейчас. Раньше было непонятно, когда выезжать, ну, я довольно часто езжу в Сочи, в аэропорт. Сейчас, благодаря параллельным дорогам, благодаря этому, проблемы нет. Ну, собственно говоря, и в Казани та же ситуация. Да, а то же, вот, как универсиаде сделали-то, развязки. Развязки, они только чего стоят, целая дорожная сеть, она... Да, да. Значительная часть средств была потрачена не на строительство спортивных сооружений, а на создание инфраструктуры и так далее. Поэтому тогда, когда у нас оборвались связи, был период с Египтом, или с Турцией ослабились, люди с удовольствием увидели, что класс резко повысился. То есть, уже Адлер совсем другой, это намытая земля и много современной гостиницы. Да что говорить, Рустам Махулович, в Казань-то как народ хлынул, туристы. Да, да. И есть что смотреть, и есть что смотреть, и надо отдать должное вашему бывшему замечательному начальнику, который взял шефство над Свиярском и над Булгарами. Вот, я думаю, что все поняли, что я же о ней говорю. Вот, смотрите, там действительно, ведь вот, что было раньше? Ну, буквально, то есть, один минорет, две эти, а тут сделали самый большой Коран, спустили, то есть, да, полтора метра на два, сделали совершенно необычный музей цивилизации болгарской. Гостиницу прекрасную сделали. да, да, там говорят, на Новый год не прорваться, хотя там деньги немалые. Вообще, вот даже сейчас, вот у канун Нового года, вот, жители Москвы, других, других крупных городов, у нас все забито, уже сейчас, номерной фонд в гостинице заполнен на сто процентов, мороду прибывает, и прибывает, и прибывает. И есть что смотреть, и есть что смотреть, причем я вот довольно хорошо, и я любитель, ну, во-первых, очень грамотный был, например, договор сделан с Армитажем, я вот сейчас видел выставку про Екатерину Вторую, очень, очень на высоте. Впечатливо, да? Да, впечатлило, да, хотя я, конечно, многократно был в Армитаже, и так далее, но они специально сделали, вот. Музей Пуршечного двора, а там сделали небольшой, но тоже довольно интересный, в Дворцовой церкви, там тоже довольно любопытная экспозиция, а потом сам Кремль, там же были очень однообразные здания, я уже не говорю о мечети, которая там украшением является, с красивой подсветкой, но и все остальное совсем по-другому смотрится, и появилось действительно очень много интересных мест, которые можно тосать неделю, а то и две недели изучать, смотреть, и так далее, и так далее. Нет, там проделана огромная, огромная работа, и это очень важно, потому что это будет способствовать росту Татарстана. Еще раз возвращаясь к вопросу о марксизме и ваших исследованиях в этой области, все-таки, Рутам Махмудович, вы видите, очень прогрессивные экономисты, вы не понаслышке знаете все современные течения, современная экономическая теория, у вас учебники и книги, они посвящены очень ясному и доступному надложению этих теорий, вы в них разбираетесь совершенно свободно, и вот тут какое-то вот увлечение этим марксизмом, который там за 70-75 лет уже, да, там, догматика, да, вот оно всем приелось, многие говорили, марксизм это же ни о чем, он доказал свою несостоятельность, он, плановая экономика, она сама себя сожрала, вот, а почему вы делаете это, зачем вы... Ну, я, так сказать, пересмотрел свои работы и увидел, что, в общем, не от чего отказываться, и вот я сказал уже, в 2018 году опубликовал все, там, правда, видна моя эволюция, более критическое изменение, но, тем не менее, мне немножко повезло, в каком смысле мне повезло, я больше всего изучал так называемые первые открытия Маркса, на могиле, когда, вот, хоронили Маркса, Фридрих Энгель сказал, что у него два великих открытия, первое, материалистическое понимание истории, и второе, теория прибавочной стоимости, он рассмотрел эту прибавочную стоимость, независимо от прибыли, процента, ренты и так далее, как общую такую важную категорию, двойственный характер труда, позволил ему это сделать. Материалистическое понимание истории оказалось очень глубоким, дело в том, что за современные западные неоклассика исходят из неедменной природы человека. А человек меняется. А человек меняется. Что с Марксом? С Марксом ему очень не повезло. Ну, начнем с того, что прошло 200 лет со дня рождения и больше там сотни лет со дня смерти, до сих пор не опубликовано собрание сочинений Маркса и Энгельса. До сих пор не опубликовано сочинение Маркса и Энгельса. Погодите, волнинается СССР. Нет, это было второе издание, оно всегда писалось, в отличие от Ленина, которое называлось полное собрание. ПСС, да, синенькое. Оно не полное собрание. Туда не вошли работы, которые потом 10 томов публиковались, 41 по 50 том, вот экономический рух, 57 и так далее, и так далее. Что получилось с Марксом? Почему, кстати, во второе издание не вошли? У него довольно критические были заметки про царскую Россию и так далее. Там вот это ничего не публиковали на русском языке. Но, возвращаясь к нему, во-первых, он развивался, и он стоял на плечах немецкой классической философии. Он первый, который удачно применил метод диалектической логики к экономическим наукам. До сих пор таких нет. Один первый, правда, до него был человек, это Прудон, Пьер Жасев Прудон, но это Маркс потом поиздевался, назвав нищета философии, ответ на философию нищеты. Вот. Это очень интересно. Причем так называемые марксисты, а их очень много. Вот спросите у них, каковы основные этапы развития производительных сил? Никто правильно не ответил. Никто правильно не ответил, потому что это стало ясно в конце 80-х годов, когда марксизм был уже вот в шаге от своего краха в нашей стране. Только в конце 60-х, 70-е годы началось изучение Маркса как ученого, не как бога, не как, так сказать, религиозного, а как человека, который развивался, который от каких-то взглядов отказывался, какие-то взгляды принимал. Какие это ступени производительных сил? Естественные, общественные, всеобщие. А что такое всеобщие производительные? Это вот замечательная цифровизация и так далее, да? То есть это наука и ее применение в производстве. Какие основные ступени развития производственных отношений? Любой марксист, так называемый, ответит, но это будет ответ по краткому курсу ВКБ. Схоластика. Нет, он скажет, что это производственные отношения первобытно-общинного, рабовладельческого, феодального и так далее. Но, во-первых, у Маркса ничего этого нет. В присловии «Критики политической экономии» Маркс пишет очень кратко. В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства представляют из себя прогрессивные ступени экономической общественной формации. Все непонятно. Согласно краткому курсу ВКПБ каждый способ производства имеет формацию. Формация называется общественно-экономическая. Ну, сразу подумаешь, наверное, кто-то неправильно перевел. Кто же автор этого перевода? Оказывается, это некто Владимир Ильич Ленин. И причем к этому переводу он пришел не сразу. В своей работе «Что такое друзья народа и как они воюют против социал демократов» был другой перевод. Михайловский насмех его поднял. Что он, у него мама немка, немецкий язык не знает и напридумывал все другое. Тогда теперь обратите внимание. Получается, что мы воспринимаем Маркса совсем по-другому. Не как Маркс писал. Почему Маркс написал «экономическое и общественное»? Это не случайно. Дело в том, что первичная формация как делится? Непосредством производства. А мы говорим «до родовой строй», «родовой строй», «после». Это материалистические критерии, но не экономические. Продолжение родов, нового создания человека не может быть сведено только к экономическим. Как Маркс воспринимал будущую формацию коммунизма? Всестороннее развитие личности. Всестороннее развитие личности это тоже не чисто экономически. Поэтому он коммунизм и первобытно общинные называл общественными формациями. Никогда не употреблял слово экономическое или общественно экономическое. Дальше больше. Он говорит о каком-то азиатском способе производства. Мы же не говорим об африканском, европейском, латиноамериканском способе производства, а почему-то про азиатский. Дело в том, что с 17 века сложилось двойное употребление условного термина и содержательного. Мы говорим античность, имеем в виду рабовладельческий строй. Мы говорим средние, еще в свое время писали в единственном числе средний век. Средние века феодализм. Мы говорим новое время капитализм. Почему не нашлось такого временного соотношения государственной системе сельских общин? Это содержательный термин азиатского. Дело в том, что оказалось азиатский способ производства существовал в Древнем Египте, то есть до античности. Он существовал во время античности, это Крит и Мехена. Он существовал в средние века, это государство инков, муисков, ацтеков и так далее. Он говорит, существовал новое время, это государство великих моголов. Термин во времени найти не удавалось. И поэтому условно, поскольку он жил в 19 веке, он, учитывая, что вот эти меликие монголы сохранились, назвал азиатским. То есть это очень любопытная система, которая многим стоила в 20-е годы жизни. Почему? Потому что оказалось, что в этом азиатском способе производства очень много черт, напоминающих социализм. Государство как ведущий, власть-собственность, то есть свое положение зависит от места в общественной иерархии. Ты наверху, а не частная собственность имеет, коллективистская эксплуатация и так далее. Это даже можно на сегодняшний. Да, вертикаль собственности до сих пор сохранилась. Это было шоком. Это было шоком. Поэтому когда издали немецкую идеологию в 1932 на немецком, а в 1933 на русском языке, все восприняли, вот там нет азиатского способа. Но это ранний Маркс, где не было ни теории прибавочной стоимости, ничего. То есть он еще стоял на плечах прошлого века. А вот то, о чем я говорю, это 59-й год, когда возникло и первое, и второе открытие Маркса. То есть он оказался гораздо глубже и умнее. Поэтому какие основные формы производственных отношений? Вы десяти спросите марксистов, ну там со-сто, дай бог один догадается правильно сказать. Он говорит, первая форма личная зависимость. Все друг от друга зависимы. Вторая ступень личная недависимость, основанная на вечной зависимости, на деньгах, на товарном производстве и так далее. А третья свободная индивидуальность. То есть у него будущее общество это не тоталитарный режим, это не диктатура пролетариата, а свободная индивидуальность, как основа всестороннего развития личности. То есть совсем по-другому. А мы можем в современности найти какие-то примеры или локации, где подобное общество или протообщество свободных людей появилось? Можно, к несчастью, это западная Европа. И в этом смысле она больше это еще не... Ну хорошо, Швеция. Вот, то есть это, понимаете, вот шведы, они не ввели маски ничего на свободное. Вот ты сам решай, ты должен быть хозяином своей судьбы. Понимаете? А если подобное решение волнитаристским способом вот в России сейчас Казань сюда бросить, вот ты сам свободен, это вообще возможно? И что это будет? И что это будет? Надо разрушить власть собственную. Ведь мир до основания мы разрушим. Надо разрушить институт власти. Но власть собственности в Швеции ведь не разрушена? Нет. Нет. Там уже ее давно нет. Можно я вас тихонечку прерву? Во-первых, подходит время к концу нашей передачи и мы можем долго-долго-долго говорить. Я только скажу, что вот достаточно убедительные вещи говорит Рустам Махмутович Нуреев, говоря о марксизме, что его надо правильно читать, надо правильно интерпретировать. Я хочу за вас заверить, что вся почти профессура ведущих университетов мира, она больна левыми идеями. это правда. И соответственно, они глубоко чтят учения Маркса, того истинного Маркса. Я вот, например, могу даже сказать, что самый модный философ, один из самых модных философов современности, Славой Жижек из Любляны, он превосходный интерпредатор Маркса, и он вся, весь французский постмодернизм 60-х годов, это он опирался на, опять-таки, на марксовые теории, особенно отчуждение вот этого, вот его концепция. Поэтому не пугайтесь, когда услышите слово марксизм. Можно долго говорить, Рустам Махмутович надо разобраться. А я думаю, что это может быть поводом для нашей следующей республики. Рустам Махмутович, мы будем просто в восторге, если это будет. Пожалуйста, я хочу задать один вопрос. Да, пожалуйста. Один. Да. Движение БЛМ. Да. То, что происходит сейчас в США. Да. Видим. Как это соотносится с левыми идеями, с марксизмом и с тем, что вы сказали высшей формой свободного индивидула? Ну, я, к несчастью, не так хорошо знаю. Я знаю, что они используют терминологию и так далее, потому что это становится популярным и важным. На Швецию это не похоже. Это не похоже. Но, тем не менее, вот возьмем развитие за последние сто лет. Во конце Первой мировой войны, не в США, а в Великобритании, 60% национального богатства владел один процент. Посмотрите сейчас на современную Великобританию. Один процент владеет не более 15%. Произошло перераспределение. Трамп почему пришел к власти? Он использовал в значительной мере идеологию не самой богатой части общества. Он апеллировал, ну, не знаю, сказать, средним. Ржавый пояс. Да, 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 понятно, да. Поэтому сейчас, а, да, Индия. Индия сейчас растет более быстрыми темпами, чем Китай, и к 2100 году полтора миллиарда будет в Индии и один миллиард всего в Китае. Почему? Ее рисуют даже на некоторых красках, вот, прошлые десятилетия, розовый. Произошло резкое распределение после того, как свергли Индиру Ганди, правда, варварским способом убили, и взорвали Раджива Ганди, пришли к власти Джоната партии, которые стали заниматься более равномерным распределением. И это дало такой мощный стимул и к росту не только населения, но и темпов и так далее, и к успехам войти, и другие, и так далее, и так далее. То есть, оказалось, что более равномерное распределение богатства важный стимул для развития общества. А почему Венесуэль это не сработало? Ну, на все случаи не скажу, в следующий раз более основательно подготовлюсь. Уважаемые телезрители, еще раз, вот прямо с чувством глубокого, глубокого сожаления я вот вынужден завершить, поскольку формат наш временной ограничен, но я уверен, что Рустам Махмудович Нуреев обрадует нас новыми интервью, новыми передателями. Либо в марте, либо в мае. Тем более он стал профессором нашего университета. это правда. А сейчас я напомню еще его другие регалии. Это ординарный профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, весьма престижного и одного из самых крутых вообще центров экономики, экономической мысли в нашей стране. Ну и кроме того, он руководитель департамента экономической теории, финансового университета при правительстве Российской Федерации и автор огромного количества прекрасных книг. Я думаю, что в следующий год вам подарят еще немало больших и полезных передач, лекций, встреч с этим удивительным человеком. На этом мы завершаем. С вами были журналисты Альберт Бекбов и Рустам Вафин. С Новым годом еще раз увидимся в следующем году. Спасибо большое. А на сайте финансового университета можно посмотреть мою двухчасовую лекцию. Она называется «Экономическая теория для меняющегося мира». Записано, да. Я попрошу, чтобы Айгуль выставил это все. для тех, кто может гуглить, найдете, ищите и обрящите. Спасибо. Спасибо.